Сегодняшняя тема. Снижение настроения, вялость, апатия, сонливость, все это характерные признаки сезонной депрессии, которую у жителей заполярного круга вызывает дефицит света. А отсутствие снега в декабре еще и усугубляет положение, ведь снег отражает свет и освещает улицы, к тому же сам по себе создает позитивный настрой. Но бороться с депрессией можно, и для этого есть три действенных способа. Да будет свет. Способ борьбы с депрессией номер один. Включайте как можно больше ламп в помещении, когда приходите домой или в офис. Желательно, чтобы освещение было приближено к естественному. Дневной свет лучше воспринимают глаза, но помните, что слишком яркий свет утомляет, и может даже раздражать нервную систему. Его нужно использовать только кратковременными, лечебными, сеансами, чтобы встряхнуться. То же самое относится к цвету, солнечные, теплые цвета полезны для настроения, а яркие дадут обратную реакцию. Например, если покрасить стены в спальной комнате красной краской, то через неделю заболит голова и начнется бессонница. Поэтому компенсируйте природный дефицит света комнатным освещением, но не переборщите. Дарите себе мини и макробонусы. Способ борьбы с депрессией номер два. Бонусы – это маленькие или большие радости и мечты, которые будут постоянно держать вас в хорошем расположении духа. Можно пользоваться мини-бонусами или полноценными бонусами. Полноценный бонус – это что-то такое, что дает стойкую и длительную положительную эмоцию, которая подбадривает вас в течение всего дня. Например, предвкушение веселой вечеринки или встречи с любимым человеком. Причем, именно предвкушение или мечта о чем-то приятном дают гораздо больше положительных эмоций, чем само событие, которого вы ждете. В качестве мини-бонусов нужно вспомнить о тех положительных стимулах, которые раньше создавали вам хорошее настроение. Например, можно приготовить изысканное кулинарное блюдо или съесть шоколадку, посмотреть любимую кинокомедию или послушать музыку, купить книжку, о которой давно мечтали, или сходить в кафе. Каждый мини-бонус позволяет продержаться в бодром настроении примерно полчаса, затем еще в течение часа от него остается позитивный след в нервной системе. После этого настроение опять падает, и ваша задача успеть воспользоваться новым бонусом, который должен быть заготовлен заранее. Так в течение дня понадобится от 5 до 9 бонусов, чтобы оставаться в тонусе. Конечно, степень воздействия таких позитивных бонусов на каждого человека индивидуальная, и только вы сами можете ее знать, а значит, и владеть своим настроением. Поэтому заранее планируйте и дарите себе бонусы, не подаваясь капризам погоды. Нагрузите мышцы и печаль пройдет способ борьбы с депрессией. Номер 3 мышечная нагрузка – самое быстрое и действенное средство борьбы с хондрой. При активной физической деятельности мозг вырабатывает специальные вещества, стимуляторы удовольствия, эндорфины и энкефалины. Они и создают хорошее настроение, прогоняя прочь тревогу и печаль. Всего 5-10 минут физических упражнений, а после них хорошо бы еще и водные процедуры. Особенно полезна баня, и жизнь покажется прекрасной. Причем такие ощущения сохраняются не на один день. Если соблюдать все три правила – световой, бонусный и физический, то зима пройдет замечательно даже без снега. Нина Башкирова Ставь лайк.